Многие из вас видели фильм «Хищник» и знакомый с технологией маскировки, используемой инопланетянами в фильме. По сути, инопланетное существо скрыто или невидимо, хотя матричный контур инопланетного существа все еще может быть обнаружен. Всем привет! С вами Фенимор. Несколько лет назад одна женщина описала инцидент, который она пережила накануне вечером на заднем дворе своего дома. Она выпустила собак погулять и стояла у черного хода, наблюдая за ними, пока они закончат все свои дела. Продолжая ждать своих собак, она заметила, что что-то приближается к ней по дорожке из нижнего двора. Это нечто было высоким, и широкоплечим, но без массы, пиксельной прозрачной формы, которая продолжала двигаться прямо к ней. Когда эта фигура подошла к ней почти вплотную, она вдруг резко остановилась, как будто была удивлена, что женщина его увидела и на него смотрела. Затем эта форма полностью исчезла. Это был не первый раз, когда что-то подобное материализовалось рядом с ней. Похожий инцидент произошел годом ранее, когда она стояла рядом со своим садом. В тот раз подобное существо было в несколько раз меньше по форме, но точно такое же с пикселями и почти прозрачным. Она считала этих существ чем-то вроде призраков или каким-то проявлением человеческого духа. Фактически, она никогда раньше не видела подобных явлений. По ее оценке, это были существа из другого измерения и скорее всего инопланетного происхождения. После того, как она рассказала все подробно, стало ясно, что ее опыт был больше, чем обычное проявление человеческой энергии. В июне 1947 года летчик Кеннет Арнольд открыл современную эру НЛО своим сообщением о наблюдении девяти объектов в форме полумесяца, несущихся над горой Реньея. В 1948 году ВВС США создали проект «Знак», чтобы оценить многочисленные отчеты людей о летающих дисках, последовавших после широко разрекламированного наблюдения Арнольда. Несколько лет спустя, исследователь НЛО Карл Лоренсен написала «Очевидно, что диски были задействованы в общей военной разведке Соединенных Штатов». Она добавила, что сущности НЛО явно занимались сбором ботанических и геологических образцов. Ранние сторонники подобных теорий предполагали, что НЛО пришли из нашей Солнечной системы, и они хотели колонизировать нашу планету, лишив ее минералов, металлов или урана. Но подобные теории больше не актуальны, так как астероиды и необитаемые планеты богаты и минералами, и металлами, которые легко доступны любой развитой цивилизации. Кроме того, существует большое количество необитаемых планет, которые можно было бы приспособить для поддержания жизни, если пришельцы уж сильно захотят вдруг их колонизировать. Некоторые сторонники теории похищения инопланетянами предположили, что инопланетяне хотят собрать человеческую ДНК, чтобы вывести гибриды. Вряд ли можно ожидать, что высокоразвитым инопланетянам потребуется неоднократно похищать тысячи людей, чтобы сохранить запасы ДНК. Наверняка у них будет ноу-хау, которым мы обладаем для синтеза или репликации ДНК в их собственных лабораториях. Возможно ли, что инопланетян интересует только наша культура и отношения с другими живыми существами на нашей планете? Можем ли мы стать частью единого межпланетного торгового консорциума? Или просто стать дипломатическими и научными партнерами в Лиге инопланетных цивилизаций? Интересное сообщение сделал лорд Мартин Рис, ведущий космолог и астрофизик, президент британского королевского общества и астроном королевы Англии. Рис, который проводил первую конференцию Национальной академии наук о возможности инопланетной жизни в феврале 2010 года, сказал, что он считает, что существование внеземной жизни может быть за пределами человеческого понимания. Они могут смотреть нам прямо в глаза, а мы просто их не увидим. Проблема в том, что мы ищем что-то очень похожее на нас, предполагая, что у них хотя бы что-то вроде той же математики и технологии. Я уверен, что есть жизнь и разум в формах, которые мы даже не сможем вообразить, точно так же, как шимпанзе не может понять квантовую теорию. Они могут присутствовать как аспект реальности, выходящий за рамки возможностей нашего мозга. Возможно ли, что эти внеземные сущности окружают нас повсюду и по большей части невидимы? Вычислительные биологи и биоинженеры пытаются найти лекарства от хронических заболеваний, таких как рак или диабет. Это озадачило биоинженеров и всех медицинских экспертов, так как в образцах присутствуют странные молекулярные образования внутриклеточных структур организма. Биологические объекты не являются бактериями, вирусами или какими-либо видимыми объектами. Они невидимы. Их невозможно обнаружить без помощи компьютерного моделирования и компьютерных алгоритмов поиска и определения их местоположения. Предпосылка состоит в том, что невидимые внеземные биологические сущности вокруг нас проникают в наши тела и находятся во внутриклеточном пространстве. Затем они могут атаковать, если хотят колонизировать тела людей или животных. Это причина того, что механизмы адресной доставки лекарств не работают, что бы не делали биофизики. Было обнаружено, что с помощью компьютерного моделирования источником рака являются не только раковые клетки, но и невидимые объекты внутри внутриклеточного пространства. Существуют ли эти невидимые внеземные сущности в более высоких измерениях и проявляются ли они при определенных условиях? Входят ли эти существа в наш мир на летательных аппаратах или через порталы, или они были здесь с нами всегда? Кроме того, отсутствие материальных доказательств, подтверждающих существование нескольких криптидов, также может быть связано с теорией, которая набирает популярность в последние годы. А именно, что эти существа являются сверхземными и многомерными. Уверен, этот парадокс может проясниться в ближайшем будущем. В 1971 году экипаж подводной лодки USS Tripank сфотографировал космический корабль треугольной формы и сигарообразные объекты во время своего путешествия где-то между Исландией и норвежским островом Ян-Майен. Энтузиасты НЛО считают, что это было еще одно доказательство не только существования, но и присутствия инопланетян на Земле. Эти фотографии были впервые опубликованы французским журналом о паранормальных явлениях под названием «Совершенно секретно» и исследованы исследователем паранормальных явлений и автором по имени Алекс Мистретто. По его словам, изображения НЛО были совершенно секретными и каким-то образом просочились в массы. Мистретто также сказал, что совершенно секретно получил эти изображения из анонимного источника. Кроме того, они утверждали, что фотографии были сделаны, когда на борту находился адмирал Дин Рейнольдс Сакет. По словам Мистретто, офицер Джон Клика был первым, кто случайно заметил объект своим перископом, когда экипаж подводной лодки находился в обычной совместно военной и научной экспедиции в конкретном регионе. Французская газета «Совершенно секретно» сообщила, что фотографии были строго засекречены, а на одном из снимков было написано «Официальная фотография не выпускать». Согласно архивам ВМФ США, контр-адмирал Дин Рейнольдс Сакет-младший из Беатрис Небраска был командиром подводной лодки USS Trepunk с августа 1970 года по декабрь 1973 год. Некоторые исследователи утверждали, что изображения были подлинными, но другие называли это подделкой. Один из НЛО на фотографии сравнивали с гибридным дирижаблем жесткой конструкции. Считается, что эти фотографии НЛО были сделаны экипажем подводной лодки USS Trepunk в марте 1971 года. Уфолог Билл Смилли сказал «Это похоже на настоящие кадры, возможный преобразователь формы, который составляет так много на самом деле один объект». Найджел Уотсон, автор руководства по расследованию НЛО сказал «Это странная подборка изображений, на которых изображены типы НЛО, которые регулярно замечались очевидцами во всех частях света. О дирижаблях или кораблях сигарообразной формы сообщалось с 1896 года, когда по США прокатилась волна наблюдений за призрачными дирижаблями». Он также сказал, что исследователь Бенджамин Трубальд встретил эскимосов во время своей полярной экспедиции в 1908 году, которые обсуждали с ним дирижабль в форме сигары. Они подумали, что это дирижабль, которым пользовался американский воздухоплаватель Уолтер Вильман, когда он летел на Северный полюс. Но это не могло быть возможным, поскольку дирижабль Уолтера был спущен на воду только в 1907-1909 годах. В прессу просочилось два секретных сообщения от оперативной группы Пентагона по НЛО. Они включили фотографии неопознанного объекта, который описывается как серебряный куб, парящий на высоте 35 000 футов над Атлантическим океаном. На просочившейся фотографии оперативной группы Пентагона по НЛО был показан неопознанный серебряный куб, парящий над Атлантикой. Согласно подробному отчету, опубликованному «Зе Дибриев», изображение объекта было снято пилотом F-18 с своим мобильным телефоном из кабины у восточного побережья США. Трое официальных лиц, которые видели фотографию, сказали, что неопознанный серебряный объект парил на высоте 35 000 футов над Атлантическим океаном и на расстоянии 1000 футов от истребителя. Министерство обороны США задействовало целевую группу по неопознанным воздушным явлением, которое изучает неопознанные объекты с 2018 года. По данным оперативной группы, военные пилоты дважды сталкивались с неопознанным объектом над Атлантикой за последние два года. Однако разведывательное сообщество США пытается искать не доказательства существования НЛО с других планет, а отслеживать, используют ли потенциальные противники США какие-либо новые технологии в авиации. Сообщалось, что в 2018-19 годах из Пентагона произошла утечка, в которой говорится о встрече с инопланетными или нечеловеческими технологиями. Встречи проходили военными летчиками, когда они находились на значительной высоте над Атлантикой, что якобы может свидетельствовать о том, что инопланетяне давно находятся на нашей планете и просто прячутся в труднодоступных местах, например, на дне океана. Однако эксперты считают, что НЛО напоминает заброшенный зонд GPS – погодное устройство, предназначенное для измерения штормовых условий, когда устройство падает на поверхность. Но у загадочного объекта не было транспондера GPS, как показано на этом фото. Также следует отметить, что такие зонды быстро спускаются к поверхности Земли, а не зависают на таких больших высотах. Секретный отчет 2020 года включал четкую фотографию НЛО, который не был выпущен в результате утечки. По словам официальных лиц, видевших отчет, в 2019 году из океана вышло треугольное судно со светящимися краями и взлетело высоко в небо у побережья Сан-Диего. Официальные лица считают, что объектом является трансмедиумом, способным бесперебойно работать как в воздухе, так и под землей. В 2004 году бывший командующий ВМС Дэвид Фравар и лейтенант Джим Слейд летели примерно в 100 милях от побережья Сан-Диего, когда НЛО поднялся в небо из-под воды и завис в воздухе. Когда они попытались приблизиться к нему, НЛО улетел. Они описали эту встречу с неопознанным летающим объектом, как крестики-нолики. Кроме того, выяснилось, что объект был гладким, без видимых крыльев или двигателей, с тремя огнями в каждом углу. Исследователь НЛО Ник Поуп из Министерства обороны Великобритании сказал, «Эти разоблачения являются экстраординарными и они дают общественности возможность по-настоящему заглянуть за занавес, когда дело доходит до того, как правительство США решает проблему НЛО. Дело в том, что отчеты разведки, похоже, получили на удивление широкое распространение в различных спецслужбах и внеземная гипотеза, кажется, действительно не была снята со стола». По его словам, эта информация подтверждает, что правительство США серьезно относится к феномену НЛО, чем когда-либо прежде. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной! Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким! Пока!